Газпром Югра в этом сезоне уже дважды встречался с Кузбассом. В Кубке России команды обменялись победами, а в очередном туре Российской Суперлиги соперники подошли к игре, находясь в разных концах турнирной таблицы. Кемеровчане в статусе фаворита уверенно начали матч, одержав победу 25-19. В первой партии допускали много собственного брака прежде всего. Где-то может быть неуверенность была в своих силах, все-таки играли против чемпиона страны. Дальше нашли свой ритм игры и в принципе начали выполнять установку. Вторая и третья партии стали триллером. Обе закончились за пределами установленных правилами 25 очков. Во втором отрезке ключевой стала атака капитана Газпрома Югры Кирилла Костыленко в блок 29-31. В третьем польский диагональный саргутян Мачи Музе не ошибся. 32-30 и 1-2 в игре в пользу кемеровчан. Нам не хватало, по-моему, еще в доигровке решающую мяч забить, потому что если бы мы выиграли вторую партию, что-то был 2-1, уже игра, думаю, повернулась чисто психологически к нашему полю и могли бы выиграть их 3-1. Хороший соперник. Если не показываешь какой-то свой максимальный уровень, то начинается вот эта нервотрепка. Они постоянно держали нас в тонусе, постоянно не было никакого у нас гандикапа, и поэтому все время входили в эту нервную концовку. Но класс нашей команды сказался. Уверенность в собственных силах едва не подвела гостей. В четвертом сете Кузбасс лидировал с результатом 20-14, но саргутянам удалось перевернуть ход матча. За счет действий в защите Газпром Югра раз за разом получал возможности для того, чтобы сократить разницу на табло. Но когда перспектива перевести игру в короткую пятую партию стала реальной, точная атака лидера Кузбасса Виктора Полетаева стала последней в этой встрече 23-25. Прежде всего была задача справиться с ключевыми игроками, сборниками России, Полетаевым, Подлесных. Это два человека, которые сегодня по многому определяют игру команды соперников. Когда это получалось, тогда мы подбирались по очкам и могли что-то противопоставить. Хорошо, что играли очко в очко и такой интересный счет на табло. Главное, что болельщикам понравилось и главное, что этот счет на табло в нашу пользу. Одним из лучших игроков матча стал новичок Газпром Югры, болгарский либерат Эодор Салпаров. Для него переход в Российскую Суперлигу стал еще одним вызовом в карьере. Для меня тоже вызов 37, показать себя и, конечно, держать форму, потому что в январе у меня будет отборочная на Олимпиаду. Если мы не отбираемся, то я сборную заканчиваю после 17 лет. Так что я буду стремиться тоже прибавлять, помогать больше нашей команде. Следующий матч в Сургутяне проведут в ближайшую среду. Соперником нашей команды станет дебютант Суперлиги Нижегородский АСК. Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаркунов, Сургут. Интерновости. Субтитры создавал DimaTorzok